Всем привет, мои хорошие! С вами Михиева Мария и добро пожаловать на мой канал о творчестве и скрабукинге. Помните, совсем недавно мы делали вот такие валентинки? Сегодня же займемся тем, что сделаем внутрь данных открыток интересные поп-ап конструкции. Вы мне давно просили что-то интересное, движущееся на канале и начать я решила с поп-ап конструкции для таких открыток. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть! Начну с этой открытки. Для нее нам понадобится красный карт-сток и шаблон сердечка номер 7. Для начала нужно сделать спиральную разметку на сердечки. Прикрепите-то я буду вручную, просто нарисую несколько сердечек, немного поменьше, чем данные. Я набросала такую спиральную форму, не обязательно делать ее идеальной, я сделала на глаз, как мне нравится. Думаю, что вы видели подобную идею, когда открываешь, получается, у спиральной сердца я сделала немного более сложную идею. Для нее нам нужно сперва сердечко это разрезать. Здесь мы не дорезаем до конца. Получается такая спираль. На листе карт-стока сперва я обведу шаблон сердечка так, затем я его переверну, и второй шаблон обведу в зеркальном отражении. Сложить такую конструкцию можно двумя способами. Можно соединить маленькие сердечки между собой, тогда конструкция будет открываться таким образом. Либо можно соединить большие сердечки друг с другом. И тогда открываться она будет таким образом. У меня конструкция открывания идет сверху вниз, поэтому я буду снять маленькие сердечки, так будет выглядеть лучше. Если же у вас открывается сердечко так, то вариант, когда вы соединяете сердечко посередине, будет выглядеть интереснее. Приклеивать я буду все следующим образом. Сначала приклею данную рамочку. Теперь склею маленькие сердечки между собой. Далее проклею внешнюю рамочку второго сердца. И просто закроем открытку. Следующий преобразим нашу открытку с шейкером. Для этого нам понадобится сама открытка и большой лист краб-бумаги. Такую конструкцию лучше всего делать для квадратных открыток. Но и в такой открытке будет выглядеть здорово. Покажу вам основу, как будет выглядеть конструкция. Открытка у нас будет так открываться. И внутри получается такой кармашек, куда можно засыпать конфетти или положить маленький подарок. Здесь я немножко уже поэкспериментировала. Концы можно сделать в виде сердечка, а можно их оставить так. Когда вы делаете квадратную форму, то получается все очень легко. Умножаете сторону своей открытки на 2. В моем же случае вырезаем квадрат следующим образом. В длину он должен равен быть длине открытки. У нас это 26 см. Я сделаю меньше где-то на 3 мм. Ширину равен 2 ширинам открытки. У меня это 10 см. Я сделаю чуть меньше, чем 20 см. Листик сейчас вырежу. И вернусь к вам, покажу, как правильно его пробеговать. Лист мы вырезали. Теперь пробегуем его сперва ровно посередине. Далее диагонально. Получается вот такой у нас сложенный треугольник. Чтобы край был очень ровный, я немного его подрежу. Теперь отмечу серединку на каждой стороне. Уголочки загнем к серединке. Уголки вывернем вовнутрь. Такая конструкция у нас получается. Осталось ее вклеить в открытку. При вклеивании очень важно, чтобы уголок попал ровно в сгиб открытки. Готовы посмотреть, что у нас получилось. В кармашек можно положить какой-нибудь маленький подарочек, написать слова поздравления. Или засыпать много красивой конфетти, чтобы когда открытка открылась, они разлетелись в разные стороны. Такая очень интерактивная открыточка у нас вышла. Перейдем к третьей. Для следующей открытки нам понадобится несколько пластиковых полосочек и очень-очень-очень много сердечек. Все эти сердечки вырезала из карт-стока и бумаги по шаблонам номер 8, 9 и 10. Такую конструкцию можно делать не только с пластиком, но и с обычными полосочками. Я хочу, чтобы конструкция была как можно менее заметна, поэтому буду использовать пластик. Для начала уберем сердечки. Они нам понадобятся чуть попозже. Сейчас нам нужен пластик и основу. Согнем каждую полоску пополам. Эта будет открываться и здесь будет огромное море сердечек. Для того, чтобы эти сердечки держались, нам и нужны будут прозрачные конструкции. Я хочу понять, на каком расстоянии примерно мне нужны сердечки. Думаю, что я отрежу полоски примерно вот так. Еще немножко подрежу. Я сделаю полосочки разного размера. Также загну их вот так аккуратненько по краю. И смотрите, вот так они у нас будут крепиться. Мы их будем приклеивать. Очень важно, чтобы сгиб вот здесь на полосочке совпал со сгибом открытки. Таким образом, я сейчас сделаю 4 полосочки. Сделаю их разного размера, поменьше и побольше. Ориентироваться буду на эту полосочку. Теперь полосочки нужно вклеить. Полосочки побольше я буду приклеивать ближе к середине, а полосочки поменьше ближе к краю. Таким вот образом их сделаю. Полосочки приклеиваю следующим образом. Наношу капельку клея на края полоски. Открываю открытку. И соединяю сгиб со сгибом открытки. Полосочку первую я вклеила. И пока я вклеивала, поняла, что часть полосочки я сделала слишком длинной, поэтому я их уменьшила. Очень важно, чтобы вот эта длина полосы была меньше, чем сторона открытки. Иначе, когда будет вот так закрываться, полоска может выделяться из открытки. Поэтому я свои полосочки немного уменьшила. И сейчас по этому же принципу я вклею остальные полоски. Дадим открытке просохнуть. И будем приклеивать сердечки. Пришла пора самого интересного, клеить сердечки. Сейчас покажу, как мы их будем делать. На нижнюю часть полосок я буду приклеивать сердечки таким образом. Главное обязательно смотреть, когда будем сгибать, чтобы сердечко не выходило за пределы открытки. Далее приклею на верхнюю часть полосочки сердечки вот таким образом. Сделаю здесь сердечки поменьше. Они будут смотреть вниз. Часть сердечек я сделаю на сгибе. Для этого само сердечко нужно будет пробеговать и приклеить. Продолжение следует... Нижняя часть сердечка у меня готова. Вверху буду приклеивать сердечки таким образом. А на пересечении буду сгибать. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь осталось заклеить сердечками остальную поверхность открытки и также проклеить немного сердечек внутри. Такая открытка у нас получается. Продолжение следует... На сегодня это все. Если данное видео вам очень понравилось, ставьте ему лайк, чтобы в будущем я делала больше поп-ап элементов. А также подписывайтесь на мой канал. Здесь я ставлю кнопочку, на которую можно нажать, и вы будете подписаны. Посмотрите другие видео, которые, как мне кажется, вам понравятся. А я увижусь с вами в следующем видео.